Добрый вечер, Игорь. Итак, после вчерашней коррекции сегодня открылись российские площадки в зеленой зоне. По итогам торгов индекс МВБ вырос почти на 1,5%, РТС увеличился почти на 2%. В итоге чуть подробнее, Виталий, о том, как рост сегодня рынок. Да, несмотря на небольшую коррекцию на закрытие торгов, все-таки российский фондовый рынок заканчивает неделю на позитивной ноте. Во второй половине дня интерес инвесторов переместился с акций второго эшелона на голубые фишки. Это практически вся нефтянка и наши системообразующие банки, Сбербанки, ВТБ. Поддержку рынку оказали данные по росту розничных продаж в США. Это приятно удивило аналитиков, которые прогнозировали снижение данного показателя. Виталий, если говорить о рынке сырьевом, то даже несмотря на статистику американского об увеличении запасов нефти, насколько я понимаю, сама нефть все равно продолжает расти. Да, сегодня нефть марки WTI в моменте достигала даже 83 долларов за баррель. Однако сейчас она практически вернулась к уровням вчерашнего закрытия. На бирже Санкт-Петербург сегодня продано 2040 тонн нефтепродуктов, среди которых мазут и дизельное топливо. В валютной паре удалось пробить отметку в 1,37. Вот если разбивать по валютам, где какие приоритеты? Рубль продолжает свое укрепление по отношению к доллару США, обновляя максимумы по бивалютной корзине. С декабря 2008 года евро символически выросло по отношению к рублю. Курс на завтра 40 рублей 26 копеек, курс доллара на завтра 29 рублей 39 копеек. Итак, в течение недели торговля на мировых фондовых и финансовых площадках проходила в довольно спокойном режиме. Кардинально важных экономических данных не выходило вплоть до сегодняшней сессии. Из США пришла статистика по розничным продажам. Впрочем, по мнению финансового аналитика Михаила Макарова, умеренно положительные новости не в состоянии сейчас поднять индексы существенно выше текущих уровней. На рынке очень сильно давит то, что консолидация происходит в самом непосредственном близости от максимума 2009-2010 года. Вверх дальше расти уже практически нет возможности, нет потенциала у фондового рынка. А снижение на самом деле практически должно быть вызвано какими-то значительными продажами. Точно так же сырьевые рынки торгуются сейчас на локальных максимумах 80-81 доллар за баррель нефть и более 1100 долларов за тройскую лунцию золота. Подводя итог недели, российский рынок заканчивает ее позитивом, который связан в основном с внешним фоном. Итак, как сегодня открывалась Америка, как проходят торги? Американский фондовый индекс S&P 500 сегодня открылся в плюсе благодаря хорошим данным по розничным продажам. Однако потом последовали данные по индексу настроения потребителей, который оказался ниже, чем прогнозировали аналитики, что вызвало небольшую коррекцию на фондовом рынке США. Сейчас фондовые индексы балансируют на грани нулевого изменения. Виталий, если говорить буквально в двух словах о предстоящих важных событиях, то на следующей неделе что может повлиять на торговые площадки? Ну, как правило, это в середине недели мы будем ждать информации по запасам топлива в США и к концу недели информации по рынку труда. Добавлю, что ключевым событием в следующей неделе станет заседание ФРС. Это была биржевая линия. С телезрителями я не прощаюсь. Увидимся в последних известиях минут через 15. Субтитры создавал DimaTorzok